Нарушение глотания. Дисфагия это связано с тем, что ахолазия, при ахолазии, а ахолазия переводится термин, предложил Перри, еще в самом начале прошлого века, это буквально обозначает нерасслабление, ахолазия, термин, который применяется не только для пищевода, но и для других каких-то сфинтерных групп в организме. И в том числе мог быть и для сфинтера Олди применен, и для Волгинивест. То есть, как там, готово, да? Ну, мы сейчас увидим подключить. Поэтому, первое, это дисфагия. Дисфагия, которая возникает очень часто после какого-то эмоционального стресса. Но я хочу сказать следующее, что эмоциональный стресс, психоневрологическая теория, очень популярная и понятно, что после стресса какого-то, какого-то яркого переживания, вот уже показаны здесь больные, вот, которым будет сейчас... Но Зивер назвал психоэмоциональный стресс, это провокационный дебют выявления заболевания. А именно этиология заболевания, вот, заложена вот в патологии вот тех гамблев и, в основном, аутоиммунного генеза, которые сейчас... Мы уже можем начинать? Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, мы можем. Сюда. Ну, начи дальше. А вот, а вот ключом? В одном и произведено уже анестезию бутыки, и на спреем. Сейчас мы начинаем исследование. И дверь закрыть, чтобы не было экспериментов. А, ну, так. Все равно и полно. Вот, кстати, обратите внимание на гиперемию, которая имеется вот в этом отделе, это вот один из признаков. Видно голосовые связки, гортань. И теперь входим в пищевод. Лоточек, 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 лоточек. Все, мы в пищеводе. В пищеводе тоже есть слюна, несмотря на то, что мы подслушивали атропином. Мне надо отсос, отсос. Да. Пищевод расширен и полно слюны, все-таки время исследования Промоем водичкой, потому что лапочка вязкая Кардиоспас налицо и накопление слюны без эвакуации его Видео шин вкладки гиперемированной, отекочной Ну вот видите сужение, вот это сужение и в области сужения уже явно изменена Гиперемированная, гиперемированная, гиперемированная Сейчас мы будем вводить иглочкой Вот сужение как кратер На расстоянии 42 см Сейчас вводим в рабочий канал иглу Сужение Сужение Подождите Подождите Убираем слюно. Делаем вторую инъекцию на 3 часа. Выводим иголочку. Забираем иглу. Собирается плитка. Собирается плитка. Забери иглу, чтобы мы его видели. Забери иглу. Забери иглу. Забери иглу. Выводим иглу. Продолжение следует. 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 Забираем иголочку. Вот мы видим зону инъекций. Это уже желудок. Это уже желудок. Саша, почему не слышно? Да, говорите вопросы. Вам слышно? Слышно, да, все слышно. Вот это зона. Вот это поле, которое вам хорошо видно через эндоскоп, здесь на экране, ну, скажем так, не совсем четкое. Не совсем четко. А сейчас четко? Вот сейчас лучше. Да, да, да. Ну, вот сейчас вот это как раз зона, куда мы поделали инъекции. Сколько единиц? Сколько единиц, спрашиваю. Сколько единиц, спрашиваю. Значит, получается 4 инъекции, 12 часов, 3, 6 и 9, это по 60 единиц в каждую зону, при каждой инъекции. Общая доза 240 единиц. Ну, это, в общем-то, стандартная доза. Стандартная доза. Да, да. Ну, все, я первого больного заканчиваю. Какой у вас промежуток будет? Ну, промежуток 5 минут, даже 3 минуты. Ну, мы пока пообщаемся. Да, пообщайтесь. Ну, не совсем здесь на экране было четко это все видно, в общем-то, как инъекция проводится, но, значит, в эндоскопе это более четко, мы попросим так, чтобы и как-то более точно вот это вот, сфокусировать передачу изображения на следующей инъекции, чтобы видно была иголочка там. Давайте мы продолжим, в общем-то, нашу в этом отношении беседу в отношении клиники. И если мы говорим вот о первом симптоме дисфагии, то, значит, вот если вы пообщаетесь еще с больными, вот не только с этим, но и другие будут больные, то вначале дисфагия носит временный, приходящий характер с большими интервалами ремиссий, а затем эти интервалы становятся все меньше. Вначале она идет только на какую-то грубую пищу, ну, в основном плотную пищу, хлеб, яблоко, огурец, там и так далее, кусок мяса, вот. А потом она уже идет и на кожецеобразную пищу, и потом уже на жидкости. Вот эта дисфагия, которая уже на жидкости, в общем-то, она говорит уже о серьезной, уже более, так сказать, запущенной стадии заболевания. Приходящий характер дисфагии отличает ее, вот эту дисфагию при охлозии, от какой дисфагии? От раковой, да? От раковой дисфагии. Вот это вот один из дифференциальных признаков, потому что раковая дисфагия носит органический характер, а при охлозии дисфагия носит вначале вот такой временный функциональный характер, с периодами ремиссии, ремиссии и затем уже, так сказать, развитием более тяжелых запущенных стадий заболевания на протяжении длительного, как правило, времени. А раковые дисфагии, они, как правило, носят органический, прогрессирующий характер. Это очень важный момент для дифференцировки. Что? А вы там? И еще один очень важный дифференциальный признак, о котором уже было сказано, это проведение эндоскопа.